всем привет дорогие друзья всем привет с вами как обычно буди и на ваших глазах мы будем обозревать карту саев 2 или кайф в общем это у нас финальная карта 7 раунд альмера капа который успешно завершился и победил в нем кто узнаем позже в конце обзора этого проходила с 13 по 20 марта сегодня у нас по число которое увидите на календаре поэтому давай начнем давай показывай сначала наверное первый обзор будет делать да давай а я вижу с этим об тут праздник на первом поле тоже есть нет на первом нет ну тогда второго не веришь и допрыгнешь хотя если честно не знаю в общем-то после мы видим после того как ты сделаешь можно ну все это же все потерял тут в общем нас есть пады которые скорее всего рандомно как-то расставлены road пытаться искать лучше не наверное не нужно просто страхи на максимум и ловим этот и еще метр показал я его сразу покажу есть вот отсюда лоб принципе как я его сделал он достаточно эффективен 2 то есть это стабильный опыт у нас его можно было использовать я в принципе буду рад если кто-то его использует будет использовать а он не не словится 2 падает да да потому что тут я как будто вы со стики к его прыгают в общем там дают нам красный дают пады мы по ним скачем красный туман нас не убивает просто дамажит видим за ворот и видим плазму с мигой в принципе можно позвать по стене можно опять же прыгать по падикам залезаем дальше и видим battle suit который дается нам на 30 секунд и принципе этого должно быть верно и достаточно опять же тут можно всю карту проходить пешком сейчас и падешь ты умрешь но кроме того момента можно все в принципе проходить пешком то есть вот тут можно если вы не уверены в себе просто пройти стрейфами можно тут взять у бс и даже без плазмы вот это все пройти это так уж для уверенности здесь тоже как бы но немножко рандомно это все конечно потому что вы тут плазмите поднялся пады триггер видимо на них да которые поднимаются прикольненько крутящийся гвоздик грибочек дает нам еще battle suit еще мигу еще подороны . . . с лобом и тут у нас телепорт тут если опять же дамажит по тут у есть телепорт тут можно уже попрыгать повеселиться есть есть вот этот подъемчик на него в принципе можно проводить а тут cpm кстати можно не можно можно сверху нас какие-то полосочки можно лететь сюда можно сразу плазмить вот так и залетать сюда потому что в cpm как бы не критично разумею залазим дальше и дают еще красный б.с. еще виду внизу у нас скорее все телепорты падают они будут цепочка об которую можно биться и лежит у нас квад который взял и путь наверх доплазмили наверх и батл все это у нас уже там же где-то бы сюда должна быть нет здесь дальше бы а в общем то здесь мы можем все это проплазмить куда-то вниз по а вот это фига у нас пару патронов в принципе все да и вот финиш порота патрона все долетается и финишера в целом карта так как карта 2003 года я бы сказал что тут просто на глаз все потащено все выставлено как попало ну и не знаю даже давай enter покажи где у нас есть грязь я играл карта в двух физиках в ку-3 себе вот поэтому сначала посмотрим в ку-3 к сожалению в ку-3 в ку-3 тут не запрыгнешь дабл джампов нету можно сделать можно сделать и только что как-то его сделал типа по спрыгнуть назад и залезть стильки как-то здесь сделал так что а да ладно это да то есть можно вот таким вот образом попытаться начинать а тут же можно долететь до этого 2 по особам да и все смотри тут прикол в том что спейсинг этих падок очень сильно отличается то есть если мы падать прыгаем по падам то здесь у нас яма которая нам очень сильно мешает а за которой нам приходится или на этот краешек приземляться или на тот и зависимость того куда приземлимся мы также будем как-то поворачивать тоже спейсинг сильно меняется ну и в начале я потестил посмотрел в ку-3 самое нормальное в принципе было начинать вот с этого краешка я забил на оба и на все то есть я начинал с краешка чуть по чуть-чуть стрейфил то есть прыгал на 1 по тут вот сюда они нам не на старт то есть и и надо сюда сюда вот на дальний краешек этого пада потом вот сюда куда-то или на этот уголок или на этот уголок и потом приземлялся как раз вот туда основной вот то есть если я если же я на старте попробую начинать как-то по-другому то есть на середину пада или еще куда-нибудь то я скорее всего приземлюсь или в эту яму или на этот краешек у меня по спейсингу там полпрыжка лишних останется и я просто будут потрачу их никуда вот это футбук у 3 на старт здесь в принципе в этой комнате мало что можно сделать еще я пробовал как-то вот эти маленькие подвязать но они прям вообще неюзабельные они здесь просто для красоты видимо сделаны потому что через один под не подпрыгаешь и как-то вообще непонятно ну это иллюзия выбора такая тут у нас типа хочешь плюгать тут окончили там зерно у тебя ничего не получится после поворота что у нас тут нам дают плазму и 200 хп раз раз нас есть плазмой и много хп и это мы можем где-то проводить по стенке плазмы то есть либо по этой стенке либо они здесь меня будет дамажить и умру либо можно по вот этой стенке покровить поправить поплавить плазмить надо было за всех позиция чтобы она бега сюда вот либо можно вообще не плазмить по стене я просто пытаться по строительству 10 вот эти падики наверное сделаны для того для тех людей которые будут плазмить по этой стене наверно да можно кстати еще прыгнуть сделать прыжок а потом уже сыра крашка плазмить и как раз от наверно попадаешь на эти а на эти падики ну неплохой такой спейсинг получается кстати да интересно но тут смотри здесь если плазмишь по этой стене тут можно опереться вот в этот уголок мишка выступает неудобно и чуть-чуть ну и поворачивать залетать да потом не знаю я плазму по этой причем стена стена то она ведь неровная на кривая очень плохо по ней набирается скорость и как по мне по моему выгоднее повод этой по ровной стенке спокойно проплазмить то есть взять плазму и спокойно просто вот так вот доплазмить прям до конца почти ну по крайней мере физики в cpm в q3 из-за вот этим опять кривого спейсинга из этих ям которые находятся очень неудобные пады я делаю плазму чуть-чуть и приземлялся на этот падик на краешек после после этого я делал прыжок тоже куда-то на этот краешек опять чуть не падаю в эту дырку и после этого краешка я как раз залетала вот сюда на вот окно по-другому ну по-другому тут тоже зависит от людей как они проходят то есть можно заплазмить до сюда как то вот досюда вот отсюда прыгнуть справа можно там поменьше чуть-чуть сделать можно можно вообще плазмить плазмить здесь оттолкнуться где-то от стены и влететь прям сразу в пролет сюда вот прям со стены ну да кстати да но по мне это получалось чуть более рандомно потому что у вас гранатальная вертикальная скорость большая я обычно туда улетал прям совсем из окна а тут нам нужно умудриться остановиться развернуться и проплазмить другую сторону вот поэтому я ну как бы здесь запрыгивал сюда останавливался про и прыгал на этот батл свит причем внутри ну во первых это быстрее чем прыгать туда потом плазмить без дабл свита во вторых у нас здесь имеется наклонная рампа вниз которая нам дает немножко скорости ну то есть в любом случае это получается быстрее и выгоднее то есть музыка признаем сюда прыгаем чем этот прыжок очень неудобный а самуровить сейчас прыжок немножко плазма и сюда то есть здесь два варианта прохождения с этим батл свитом либо мы делаем одну плазминку и залетаем сюда на этот падик и потом плазму дальше либо мы просто начинаем плазмить и выполняем до конца но нужно учитывать что здесь когда мы плазмин мы можем воткнуться вот в это фигуре на потому что она здесь выступает и как вы видим здесь выступ такой не очень удобный я в него макер постарался облегчить вот но дальше в принципе дорожка стандартная здесь ничего улучшить нельзя то есть здесь либо мы плазмин по стене либо прыгаем и строительку вот этому падику кремому вот дальше поворот два варианта прохождения этой комнаты или 3 то есть как черт здесь можно сделать вот пролет обычный пролет вариант номер один как мы видим предложен прислонимся всеми начинаем плазмить вариант номер два к другой стене ряд 3 логично когда ряд номер три мы прыгаем вниз и отсюда уже начинает плазмить то есть это как вариант потому что у нас есть неуязвимость если мы взяли батл свит тогда можно спокойно прыгать вниз и это начинать плавно то есть может быть это чуть-чуть выгоднее может и нет то есть потому что после поворота мы сразу имеем горизонтальную скорость но я например решил не не прыгать туда не тратить хп а сразу 10 начинать плазмить по ближней стенке на нее ближе бежать но это эффективнее должно быть по мне получилось что дает что что еще при плазме по стене как мы знаем вот эти вот полосочки нам могут помочь которые для снаппинга помогают по идее внутри этой полосочки у нас горизонтальная скорость лучше всего набирается то есть у нас и прижимная вперед очень сильная и короче вот как это объяснить в общем если укладываем по стене горизонтально внутри этих полосок у нас больше горизонтальной скорости в ту сторону и до 1400 1300 может 1200 то есть я при плазме начинал как бы плазмить ставил прицел сюда и плазмил до того момента когда видел этот падик войне вот этот вот белый то есть я плазмили смотрю вниз как только его замечаю отстреливаясь от стены и падал вниз может с другой стороны как если мы слева плазмит можно просто до упора и потом падать вниз то есть все зависит от того как кто проходит как то какую дорожку выбрал как вариант можно прыгать на падик но вот это вот и потом с него прыгать налево на например на этот или сразу до конца очень ну как мой вариант неплохой можно так как у нас есть батла сидит неязвимость можно спокойно упасть вниз сделать пару шажков или вообще не делать и просто сделать плазмоджамп сюда наверх вот дальше дальше чего взяли батл свит здесь для прохождения этих падиков опять же мы или просто прыгаем по падиком либо можем с помощью плазмоджампа заски мить первый падик и спрыгать сразу второй это быстрее она там не знаю полсекунды наверно вот здесь в этой комнате тоже чтобы не два раза вот так вот не проходить сюда потом туда можно просто сразу развернуться немножко плазмить вы и кривизил и сразу упасть отсюда на под приди такси так быстрее всего и на плазме если начинающий по крайней мере физики вокруг 3 есть возможность плазмить с помощью одной кнопки то есть только после углов и это да там где-то скоростью 300 юнитов потому что дальше вас просто будет откидывать от стены хотя кнопкой одной кнопкой намного сильнее скорость набирается боковая ну это короче фишка вокруг 3 это для пола людей которые умеют этим пользоваться дальше мы залезаем наверх здесь вариантов других принципе нету идет вперед видим здесь батл свит но у нас остался тот который мы взяли там раньше и у вас его еще много поэтому этот нам не нужен он далеко не удобно его брать и в принципе нафиг не нужен вот здесь внизу была очень неудачная вот это вот пимпочка и заступ потому что я часто зацеплялся за него и не мог как-то пройти по крайней мере свет делал прыжок пытался свернуть и вот такая фигня случалось то что я спотыкался на финиш пришел вы посмотрите где где-то его смотрите на него дожди куда лететь хоть ладно интер все уже читать даже уже запутался все это последняя стадия скоро как виз будет карты проходить итак этот выступ я просто предстегаю что он может помешать когда мы проходим карту здесь прыжок в рот спотыкаемся прыжок тоже здесь можем воткнуться в эту штуковину в эту штуковину еще что-нибудь можно воткнуться подобрали quad который нам прибавляет в три раза больше дамаги и в три раз сильнее отталкивает и мы видим что крутящиеся такие пады что ли не знаю стенка в принципе она нам вообще никак не влияет на нас только если у нас ползинки будут между ними попадать поэтому желательно плазмить по центру а ну и пытаемся поднять вверх подняться вверх так как нас quad толкает сильнее вверх 4 ну намного сильнее отталкивает то если мы будем плазмить как обычно то есть вот вот упираясь сюда на склад будет сильно отталкивать от стены и у нас прижимная сила из-за того что этого который мы просто будем отлетать от стены и плохо к ней прижимаемся поэтому для квада а идеальным считается где-то 74 73 ну то есть чуть ниже уголка может быть 76 но вот в общем в этом районе ну можно потестить на самом деле просто дарас попробовать посмотреть как как лучше я в принципе для себя где-то под 74 градуса плазмы нормально подниматься наверх вот еще рассказать если вы смотрите видите вот эта полосочка вот этого ты удивляетесь чуть такое это учительство с скр а есть такая команда с кард худ пич худ бич это называется такое-то скр худ пич который у меня равенит 73 то есть на 70 градусов меня себя эта полосочка будет она конечно иногда нафиг не нужная иногда выключаю но может быть как в этом случае она немножко помогает также можно выставить например 73 пробел 20 и мне будет естественно на 73 градуса и на 20 градусов вот здесь полосочка не знаю зачем но просто вариант его можно здесь кран наверно в полосочках все так заставили быть можно и так дальше мы поднялись наверх желудок есть и пытаемся проходить этот тоннель как его проходить вариант номер один прижимаемся к стене и плазмин с квадом сейчас я возьму опять взял ты поднялся так вариант номер один прижимаемся к стене и плазмин с квадом где-то в районе этой полосочки лечи правее от нее принципе нормально нас толкает вариант номер два но повторяйся не вариант номер три это для тех кто знает такую фишку как цел баг когда можно прижаться к потолку и по потолку плазмить решил бы сделать цел баг вы можете скачать 4 м тара собственно и ну надо вначале ему на счет закинуть 15 биткоинов это то что я скажу сам делик подай в самое важное фишка для этого пока это то просто нужно иметь очень большой как сказать кошелек чтобы купить читы очень большую силу отталкивания Ну, дамаг от вашего оружия Чтобы она часто дамажила И находиться около потолка И тупо зажимать присед То есть О, я обстоял почти Как это можно делать здесь? Можно вот так вот прижимаемся к полу Прыгаем, выжимаем контрол И просто стреляем вверх Так как у нас Кват очень дохрена дает дамаги То даже наклонный немножко потолок Нам это не мешает Использовать силбак на нем То есть вот таким вот образом И мы очень-очень много набираем скорости При помощи него Также Его вообще можно начинать даже Вот отсюда То есть мы поднимаемся по этой стене И приключаемся к разным потолок И начинаем плазмить вот сюда Главное, чтобы не воткнуться вот в эту перилину И выливать в эту Потому что они очень близко расположены к стене А на мы этой стены как раз плазмим Вот Ну в общем это самое быстрое прохождение Я не знаю как тут можно по-другому проходить То есть мы прыгаем Начинаем Причем это не всегда здесь получается Еще нужно умудриться нормально попадать в потолок А, иногда он не получается Ну ладно Даже несмотря на то, что у нас имеется силбак и мы вот так на огромной скорости летим вниз У нас здесь есть вот такие две хреновины выступа Которые нам очень-очень сильно мешают И помимо них у нас идет здесь поворот направо Что я хочу сказать по поводу применения этого силбага Во-первых, его использовать прям до самого-самого конца мне показалось не очень правильным Потому что мы летим вот так вот наискосок вниз Потом приземляемся здесь где-то перед этим поворотом Его пытаемся взволбажить И втыкаем все стены И тратим очень много скорости И теряем на вот этом повороте То есть в идеале нужно было этот поворот проходить Где-то без взволбага Без скима То есть по-хорошему нужно приземляться где-то вот здесь или здесь Скимить нафиг вот эту вот штуковину И дальше начинать по этой стене плазмить То есть как у меня получалось Это лучше всего дорожка такая получала Ой, как медленно Ладно, сейчас я попробую показать Как это может выглядеть на нормальном прохождении А, рано Как-то так, перестаем плазмить Я чуть рановато отпустил Если бы я заскимил, я бы нормально пролетел этот угол Дальше мы переключаемся на другую стенку И я, например, плазмиваю по боковой стенке вместо потолка Потому что, ну, меня к этой стене кидало На потолок было очень недавно переходить Здесь это недолго, кстати, времени Дальше Последняя комната Последняя комната это БФГ И у нас здесь что нам нужно? Поворот, поворот, поворот И вот здесь вот на полу финиш Чтобы это сделать быстрее Можно использовать тот же Целбак То есть мы ставим вверх Ставим в потолок И вот можно на нем даже висеть Вот таким вот образом Как мы видим То есть это, в принципе, просто И вот здесь вот финиш на потолок Что еще хотелось бы сказать? То, что на том полу, который там есть Вот Здесь у нас имеется финиш И после того, как мы пересекаем финиш Ой, здесь не здесь финиш Здесь находится телепорт Как я понимаю Ну и телепорт на... Телепорт на... Да, финиш и телепорт на старт Но дело в том, что Если мы пересекаем этот телепорт И прямо сразу после телепорта стреляем БФГОЙ Нас могут на старте не убить То есть Сейчас я попробую А, нет, нужно, наверное Клад Ладно, сейчас я быстренько до него долечу Я надеюсь, я немного времени на это потрачу Он у нас Он у нас Он у нас далеко Я сейчас долго буду лететь Ничего, до лечу Где? Где он? Где он? Ага, вот здесь вот В этой комнате Внизу Вот здесь Так Где, где БФГ? Где тут? Ой-ой-ой-ой-ой У нас здесь плазма Надо было там просто засерпозиться, чтобы это все не проходить Ну я вот так вот пройду потихонечку У меня там осталось Так, Enter Сохранились Enter Ой, меня все равно убило Может получится все-таки Где кнопка? В общем, можно отстрелиться здесь умудриться от потолка, как только мы появились И сразу Как сказать Вылететь вперед У меня, кстати, стало интересно Сейчас я Ну, в ЦПМ полегче поделит? Да, в ЦПМ намного полегче Сейчас, подожди Мне стало интересно Одна фишка Сейчас я хочу проверить ее Может быть я не очень умный просто человек Ну, с математикой у тебя точно плохо Это мы выяснили Я взял плазму Возвращаюсь назад Хочу проверить, есть ли там что-нибудь Нет, вроде бы ничего нет Оп, здесь килл где-то находится Блин, а вдруг там финиш? Да ладно Да ну нет Прикинь, ты такой сходил за плазму Вернулся и И финиш И финишировал Вот я не знаю, где финиш Это Здесь просто телепорт И потом уже келяются Или сначала финишируешь Потом уже Ну, меня как бы убивает Я Сообщение о том, что читы не появляются То есть я Надо В этом в радианте посмотреть Ну ладно, чуваки И так Попошь Я, к сожалению, не подготовился Так, физика, CPM Кал А, или Да не, в принципе, понятно все Кал вот Про мод Один Один разок пройду быстро Но покажу здесь, что как И потом Пойдем в гребку Что здесь В CPM Во-первых, тут есть Оба, как бы Раз Оп Да, выдержу, показывал Вон там второй Оп Но я проходил так же, как в У3 Чтобы Спейсинг не менять Точно так же С этого краешка Прыгал по Вот этим вот Падикам Заворачивал здесь И здесь я уже Плазмил не до Вот этого первого Падика А сразу до До сюда Здесь У меня было Две версии прохождения Сначала за 34 С чем-то, по-моему, у меня была Я проходил С помощью прыжка На краешек И потом Прыгал туда К Батл Суиту Ну и потом Плазмил по стенке По вот этой вот И есть второй вариант Который я потом нашел За Полчаса до того Как карта закончилась Ну точно 4 Я говорю Да, я проходил с помощью Вообще без этого Как сказать Батл Суита Потому что У нас здесь имеется Много скорости Я решил попробовать Засохранить То есть я здесь Сделал дабл джамп А с этого дабл джампа Я по стене По вот этой вот Продолжал плазмить У меня вроде ХП есть немного И неуязвимость Ой И брони То есть Я пытался Проходить Потратить Все свое ХП И броню До того как До того второго Батл Суита И в принципе У меня это нормально Получалось Так У меня есть Записан Написан год Вот Что я делал Плазмин Плазмин По этом стене Здесь у меня остается Буквально там 5-10 ХП И я с этими 10 ХП Приземлялся Как раз На Обычный Под И у меня В демке Получилось Что я на тот Под приземлился И после этого Пада Я обычно Вот этого Я делал Заворачивалась На вот этот Вот падик Здесь можно было По приземлении Плазмонуть Немножко И упасть Как раз Вот сюда Но В себе В принципе Здесь Даже рассказывать Почти нечего Ну все То же самое Кроме того Что вот здесь Вот в этом месте Можно сделать Буст То есть Сейчас я даже Попробую это сделать Ну да Там Если мы здесь Плазма То можно Вот здесь Попробовать Вот так вот Бустануть И быстрее Проходить Я так делал В принципе Получалось Но потом Когда я стал Без Как сказать Сохранением ХП Проходить Я Забил Забил на этот Буст Он очень Неудобный И как-то Там На большой скорости Очень было Неудобно Его делать Ну ладно В общем Поворот Проход Здесь Также Можно было После поворота Вот Если Если мы Как большинство Людей Брали Этот Баттлсвит Как мы Проходили Эту карту Что мы тут делаем Берем Баттлсвит Плазмим 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 Здесь Но у меня Сейчас не получилось Там Плазмим По этой стене Видим Внизу Пад Здесь сделаем Плазможамп И запрыгиваем Наверх То есть Почти так же Как в руку 3 Я показываю Вот Ну и здесь В принципе Все то же самое Тоже можно Плазможамп Прыжки 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 Плазма Заворот Плазма То есть Здесь Как таковых Срезок Относительно Ваку 3 Прохождения Нету Я по крайней мере Не знаю Просто все быстрее И повороты Помогают Экономить Время На На фрейможампах На разворотах На Могом Могом Всякой Фигне Здесь Опять же Прыжок Спотыкания Об этот Уголок Прыжок И Физики Сипем У нас Прижимная Сила Кнопочки Вперед Она Намного Сильнее Поэтому Можно было Подниматься Даже С 72 Двумя Градусами То есть Почти В уголок Если Смотреть То есть Меня Не отталкивает От стены Как Ваку 3 То есть Ну что Мы Прижимаемся К стене Поднимаемся Точно так же Отцепляемся За потолок И начинаем Плазмить Назад Может быть Кто-то Просто Поднимался Наверх И отсюда Начинал Вот так Плазмить Давай Прыгай У меня Плазможан Почет Навыходит И он Не хочет К стене Прилипать Четы Возможно Посмотрите Тебе Сообщение Не пришло Типа Продлевать Вылети Я сейчас Хоть раз Сделает Эта штука У меня Что-то Ничего Не выходит Я Споткнулся К сожалению За схемой Видимо В этот угол И потерял Кучи Скорости Ну Здесь Все То же Самое Плазм Тоже Самое Падаем Вниз Здесь У нас Вообще Нету Времени На переключение Оружия Поэтому Мы можем Прямо В момент Приземления Начинать Стрелять Буфугой Там Три Буфугинки Достаточно В потолок Или в стену Или как-то Там Проходили Я проходил Через потолок Раз Два Три Четыре Потом Одна От стены И Финиш В принципе А Все равно Меня убили В общем Почти Получилось Мне Интересно Где здесь Финиш Вдруг Здесь Финиш Вот здесь В воздухе По тесте В цепленном Попроще Будет Давай Просто Сделаю Знаешь Че Вот я Начал Карту А Блин Потом Я дам Себе Оружие Вернусь И попробую Сроки А У меня Сейчас Год Меня Не убивает Как раз Нет Убивания Убивания Все равно Убивает Вот Он Где-то Здесь Меня Убивает Надо Посмотреть Как Триггер Устроен Он По центру И Я Не знаю Как он Устроен Он Только Вниз Если Но Клипом Туда Куда То Залететь Остаться Там В текстуре Допустим Я Не знаю Где Здесь Не Тут Нет Тут Финишировал Нет Не знаю Ну Четыре Там Нарисните Нет Не написано Было Что-то Я Не понимаю Ай Вот И Стартанул Это По-моему Просто При смерти Остановился Таймер Так 4 4 Где Здесь Финиш Финиш Где-то Здесь По центру Я Понимаю Или Он Он Там Перед Телепортом Мне Кажется Что Финиш Там А Здесь Просто Телепорт И Килл Я Так Думаю Все Наверное Я Здесь Не могу Что-то Еще Сказать Либо Там Финиш Просто Связан С Триггером Так Одно Прохождение Быстрое Как я Проходил В Сипе Физике И Будем Смотреть Демки Ай Мне Не хватит ХП Наверное Ой 2 ХП Все Рано Умер Ну В общем Здесь Должно Остаться Чуть Больше Чем 2 ХП Ну Это Да Так Я Здесь Я Здесь Прыгаю По Этому Падику 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 Поворот Здесь Я Беру А Поздно Джамп Можно В принципе Ребят Поздно Джампа Но С ними Более Вероятно Что Ты Не Запали Лишься И Ничего Не А Рано Ну И Как-то Таким Образом Я Там Мы Проходим А Здесь Даже Стене Можно Застрелить Какой-то Такая Карта Как Пройти Еще Быстрее Я Не Знаю Но Посмотрим Дамки Посмотрим Да Давай Посмотрим Демас Как Он Размер К Прол 7 Запись Идет Все Нормально Пока Так Лунтик 13 Минут Я Пошел Сделай Кофе Вы Пока Посмотрите Ну Не Давай Я Просто Быстро Промотаю Чего Не Там Не Получается Потому Что Я Наверное Я Не знаю Какое Что Там Именно Может Так Сильно Не Получаться Начало Нет Принципе Нормальное Все Нормально Попрыгивается Может Может У него Кнопка Вперед Нажми Нет Вот Он Отпускал Рано Заплазмил Наверх Прыгает Потихонечку По этой По Жородочке Чтобы Не Упасть Вот В принципе Правильный Угл Ставит Чтобы Нормально Заплазмить Давай Попрыгаем О Зарез В принципе Все нормально Что Он Что Двенадцать Потросил С другой Стенки С другой С задней Стенки Было бы Намного Проще Ну Что Ты А Вот Да Вот Здесь Он Кстати Мне кажется Потерял Все Все Что Мог Ну Плазмит И по Красности Не Кнопочку Назад Нажми В Воздух И Все Зачем Ты Так Делаешь И Все Не Получается Он Здесь Наверное Все 13 Минуты Потратил Три Минуты Три Минуты Какой же Таймскил Надо Ставить Сори Нароши Так Все Моргает Я Не Знаю Как Ну Я Таймскил 10 Поставил А Да Я пытаюсь Домотать До места Где он Все Таки Прошу Пройдет Это Место Можно же Проще Но Попробуй Использовать Белую Стену Красную Стену Зачем Ты Вот Именно С другой Стороны Ну 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 Как Так Надо Был Там Скил Еще 50 Ставить Куда Он Пройдет Так Ой Как Моргает Короче Народ Тыкайте Кнопочку Вправо Когда Я Уже Это Помотал Во И Все Рано Упал Ну Е Мое Что Десять Минут Уже У меня Сколько 13 Да 13 И Опять Неправильный Угол Поставил И Упал Вниз Е Мое Черт Еще Раз Еще Раз 12 Ого Неужели Заплазмил Наверх Взял Неуязвимость Доплавный В принципе Просто Наверх Не знаю Посмотрел бы Как в онлайне Люди Проходят Ну Да Кстати Лунтик Заходит В онлайн Почему Почему Не Посмотреть Роу А если Типа Я Смотрел Никто Я Не Играл Ну Просто Заходишь И Вот И Семь Пожалуй Прыжок Хотя Чуть Чуть Бфг Бфг Ну А А А А Сколько Я Был Еще Раз 13 13 13 50 Уже А Финиш Неужели Финиш В общем Лунтик Советую Как-то Попа Короче Использовать Плазму Получше Потому что Плазма У тебя Как-то Вообще Было Очень Вот Это Место По-моему Не Такое Прям Сложное Чтобы На Нем Так Долго Застревать На 10 Минут Итак Следующий Headhunter Украина Луганск Ой Подожди Подожди Я Не Поднажал Ты Таймс Скил Убрал Да Я Смотрел Лунтиков Без Таймс Скилла В конце Хорошо Так Готов Плей Плау Плау Тут Уже Повстрее Минута 20 Начал Без Серкла Задом Подошел Не Зассал И Подошел Он Постине Недоплазмен Мне кажется Там быстрее было Может быть Он не хотел Может у него Роу Такой А ты Его Упрекаешь Он Думает Блин Что Так Проходим Может у него Дорожда Подсмотрел А потом Сам Думаешь С ней Может И не Там Обмениваются Типа Лунтик Такой Headhunter Смотри Че Я Шестьдесят Восемь Шестьдесят Трин От Семьдесят Четыре Нормально Семьдесят Градус Вот Семьдесят Идеально Я Подобрал Он Вообще Стрейфом Проходил Хотя У него Есть Кват Есть Плазма Он И Вообще Не Использует Но Как Так Зачем Стрейфом Проходить Финиш Ну вот Такая Демка За Минуту Девятнадцать Пятьдесят Девять Фет Сапсан Россия Морская Область Плей Так Взял Два Раза Броню В принципе Это иногда Мне По крайней Мере Помогало Чтобы Больше Выжить Когда Падаешь Вниз Больше Живучести Стрейфа Проходил Начало Немножко Споткнулся В окошке До Плазма Кстати До Конца Использовал Правую Стенку Вот Здесь Тоже До Конца И Здесь С другой Стороны Интересно Здесь Тоже Пойдет Ого Он Использовал Все Стенки Классно То есть До Этого Мента Было Классно Тридцать Чем Сек Два Клока Здесь Он Пытался Сделать Бак И У него Не Получался Прям Совсем Совсем Прям Реально Просто Прошел Еще раз Также Просто По стене Были бы Быстрее Секунд На 5-10 Ну и Конца Запоролся Да Еще Заметил Он Финишировал Раньше Чем Попал Телепорт Да Кстати Да Декус Россия 54 Плей Побыстрее На 5 Секунд В целом Даже Не знаю Сейчас Посмотрим О Этим Колбитом Стрейф Здесь Вообще Проходил Стрейф Без Стенки Без Плазма Два Прыжка Мне кажется Лишним Делом Можно Было Прямик Прыгать В принципе Это тоже Неплохо Более Прыгает Что Пройдешь Ух ты Странно Немножко Мне кажется Уля Зато Он Зато Сдел Без Шивок 7 Стригается Отлично Понимается Поднялся Наверк Использовал Просто По стене Плазма Это Так Себе Получилось И последнее Упага Финиш Как-то Так Бриганд 51 Секунда Аж Все Давай Даже Смотреть Не будем Все Бриганд Это Вообще Просто Ужас Затем Слай почему почему ну зачем видимо ему не понравилась карта он решил хоть какую-то демку отправить чтобы она замысалась ловил о да он собом проходил не так и не понял словил он или нет поможет просто ну да дымка короче отстой не попал на кошка упал вниз не на дальнюю рампу неплохо пройдено еще здесь потеряла и здесь еще до попасть и туда долго пешком шоу проходил быть долгой дорожкой через верх почему-то здесь проходил без цива газ просто важно постепенно так себе у него были углы 51 секунда следующая хулиган 50 лига play хулиган на секунду патчевриганда обогнал скриним пацаны исторический момент как начало начал сразу на подпрыгал и можно было пораньше начинать ой на самый дальний под лишних два прыжка на преднем рампу тоже много времени потерял здесь почти свалился здесь использовал левую стенку мне кажется просто плазмоджамбур пропитней и хорош хорошо заплазмил тоже поспотыкался угол не очень хороший но простим ему это дм россия 43 play на полторы секунды побыстрее и мамонтович добрый вечер дмитрий анатольевич уж простите нас если что ладно ему можно и как бы это нет дымка вообще будет видишь какие углы четкие вообще как он ставит ты видишь только налоги не поднимаете и правда уже ничего не решайте ну так за плазмом наверх неплохо не споткнулся не вопросе него что дмитриан у кого такого плане нифига он ты видишь вообще а послугу посмотри-ка даже хейс сделал блин на 4 секунды быстрее даже даже христи понимаешь это как надо дому было пройти так как вообще не просто невероятно ну давай ты хайза поскольку 45 1 play ну дмитриану дольше вы даете гордость за нашу страну мы не пропадем на микро сломался все мы не пропадем и так плазмит по внутренней стене в принципе неплохо давайте и микро быстрее мне кажется лишний прыжок на принципе неплохо у него получилось здесь по левой стене и здесь переплазмил отлично принципе получилось 2 использовал короткой дорожку здесь и угол неправильно поднялся балл цирбак заскинул заскинул второй раз два прыжка заскинул и пишешь в общем как раз этим скимом и этим панелем он себе намного много плюс большой будь здоров спасибо спасибо ребят всем спасибо все хорошо я не болею вот вот прохождением как раз тоннели в конце он очень много по себе плюс дал и цел багом да окей или не волцева в общем быстро прошел ладно да киа на киа на киа на 44 3 еще быстрее на секунду с лишним play мы не быстрее 08 быстрее медведев только пути может быть владимир владимирович хотя как знать как знать может петрович это был как раз он типа такой и спарю тоже чуть не сулился на ближние рамку приземлялся здесь да но у меня углы не соседи у меня у него углы не совсем хорошие 2 из кузна джампа наговорил то что так можно только это ножам не пропитнее больше вероятно что вот он сделал бы с руки изи просто вот он очень долго держал потолок надо было намного раньше его отпускать и он бы там наверное пол секунды точно сэкономил плюс он немножко в тоннеле за пылился он второй с кем не получился он первый раз заскинул а потом воткнулся в стенку потерял на скорости вот так в принципе неплохо кет венгрия 43 и 8 play не очень хороший по меркам кета тайм но это не строили это плазма что-то хочешь ну лесбукерами умеют кет может положить в бафугу и в бафугу может интересная дорожка не вначале он без плазм без стенки проходил но он же стрейфер кстати правильное прохождение было взять и невзимости с прыжка решили проходить плазму прямо на краешком приземлялся и лишний прыжок делал так что еще сказать так споткнулся немножко здесь и проходил по стенке без тел бага проходил из-за этого у него так нырно получилось и все маленькая скорость была на повороте ели как кручить его ими как вылетел ну молодец равно до перегонки anexo на 700 не какой-то на 600 интер 41 а4 play еще на 2 секунды быстрее очень большой разброс вот он скорее всего делал много плазмы и делал целый парк я подозреваю значит посмотрим что можно сделать такого левая стенка принципе это нормально залезал пешком наверх мне кажется ты через низ угол весны для прохождения здесь очень долго шел до неюзимости и потом прыжок не сэкономил то есть не делал плотно жампы по всем по дикаму был принципе отлично 73 градуса использоваться за скиммел и 1 получился второй раз почти и отпускает пускай он очень долго конце мог намного раньше тоже отпустить control и отстрелиться от потолка постараться чтобы быстрее финишировать а он сначала долетел до дальней стены до финишные потом только вниз падал там где-то 0 3 не знаю сколько потеряно и можете больше дед gravity 46 play еще насколько это получается 400 48 на 800 быстрее где-то так брал 2 брони в самом начале мне показалось то что броня здесь не очень важно потому что берется 2 неуязвимости и принципе есть она нет она никакой разницы тоже проходил через низ двумя прыжками вот как раз из-за того что он через низ проходил на это наверное из-за этого из-за этого он брал две брони за скиммел прыжок лишний под очень высоко поднимался можно было ниже попробую чуть-чуть перед себя пустые на повороте немножко потерял поздновато тоже самое да та же сам ошибка но прошу как ты видел как я даже будет писать что там в 37 секундах у вас все происходило но сейчас посмотрим и так река 37 и 9 быстрее на две с половиной 27 где-то он 26 такой play на это у нас топ-3 поздравляем ревер 660 2 нет вы не мечтали ну ладно там чуть-чуть так хороший стрельба принципе на рожьера глазма кажется мне начало медленно и здесь медленно блин где же он там выиграл тогда все это концовку и видимо вообще идеальная до сползмоджампа здесь поздно джамп ой как и хорошо взлетел был спазм не очень хороший но до получился целый баг у него сразу и у меня первая половина получше сделано вот финиш такой криткой а им ссорий my brothers так и так цирка 520 ну пске и специальностой слабенькое дело чтобы нормально приземлиться все это вот кстати быстрее чем рекурту да да а то скаюсь даже круче чем улетел анатолич вот здесь потерял кстати сразу и вот туда на 2 900 очень как быстро ой на финише просто просрался то что видимо гризли добил я так понимаю но не только там это гризли топ-1 play 337 и 112 как он же варил там еще можно где-то почти секунду снять если постараться но ладно ну да 36 и 5 шагов этого хотел удар здесь побыстрее ночью надо нет очередь вниз вау ну enter все мне не показывала туда и вообще не вел прохождение через низ они там 4 просто обвинить обмениваются демками угол хороший бак хороший целом плазма вообще отличный ой запорол но финиш да финиш достаточно не смотрит 6 бы сделал а если бы не вот это если бы он нормально это прошел скорее всего 36 5 раз это сделал надо так вот вот мы посмотрели топ в баку 3 физику и так переходим к физике cpm челлендж про мод и все такое мультик 104 вот уже на 13 минут быстрее 12 красава 14 play тоже у него у него наверное плазма намного лучше получалось он там не так был вымучился на все посмотрим тот вообще проще в себе им велики все большинство сложных карт в которые намного проще в себе им хотя есть карты которые которые могут быть в себе непроходимые такое бывает до народ но это из-за особенностей физик ну и здоров шуку не только просто во первых из-за из-за плазмы они из-за того что внутри можно там кнопочкой право плазмить и в себе мне то есть там боковой скорости намного нравится и можно на 7 в 69 градусов ставить очень классно проползмить прям прыжок да нажал что не стесняйся в конце финиш в общем не знаю что тут можно сделать но надо стараться лучше братаны и да и старайся будешь выходить из топ какой-то топ дмитрий анатоличка на перевер шкай алина украин 58 6 play с 8 8 до 58 8 тыс вопсед 8 6 она я видимо уволю кого-то ли тебя и лишний прыжок конце сделала можно было просто пешком пройти как-то у него не очень получилось это прохождение но он побыстрее чем скайлин бой чем лунтик угол не очень хороший для плазмы ой даже вниз проходил он через другую стену мне кажется был проще попадать куда он здесь не цеплялся бы ни за что странно почему-то путем пришел 68 погнался наверх и по стенке на прыжок прыжок не угол неправильно его откидывают от стены и поэтому он все равно жмет неправильный угол пытается проходить как а вот сейчас норм почему нормально быстро поскочил все проблемы кто по в градусах какие градусы выставить и так вас будет откидывать сколько примите так и пройдет headhunter да не носит он 9 play луганск даже написано через и читам типа луганск именно луганск надо горит луганск ты чего не понимаешь голова охотник но стрейк хороший так запросы спиной даже опять же как из цепи я хочу есть я захотел есть что поделать терпи это просто мужиком заставляют обычно терпеть болица и неудобная карта терпи поднялся наверх принципе тоже нормально ну классно давай у него вот это плазма на много быстрее получается выжила чем у предыдущих потому что они там плохо плазмили но потом перекушку и конечно у него такая ну очень финиш меня построил голова охотник маскаральт 51 и 6 ну ну как так ну 51 секунда ладно он говорил не ругать его потому что ему карта не понравилось хорошо мне тоже не понравилось но я однако поиграл и и так руси 50 16 play ну я не знаю типа у вас клятки то особенные свои там приоритеты на него випикарта типа ну лишь там скиллинг репорт еще и за четыре дабыл джамп без этого без подбора и где 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 те не хватит хп все ему хватит и немножко впереди и если он подберет здесь нет чтобы там просто шажок в сторону сделать нет ему здесь пришлось за этой неузненностью москва ты же специально плохо прошел вид наше блин ну что это нож что это за бафуга прям ну ладно что поделать ладно я заводую потом беседе у нас колодки к москва ну так то духе короче не слышно его смывал пугать извини брат 1 скорее 2 1 1 скрипция такая просветы дико интересное прохождение папа стене боковой здесь даже приземление вниз проходил взял неизвимость по всем падиком прыгал нормально все нормально добрался наверх прыжок лазу наверх и прохождение принципе тут не так страшно посмотреть можно плазма неплохая кстати да если бы не спрессит два раза и даже повыше чем москаля это конечно но дукача надо было брать и не мозг москаля вон вообще всех кого в кто выше вас кляну брать топовые парни мы взяли кого-то пацанов напишет что-то в комментариях самого верха и прям не получилось немножко хотя это по ходу по в планах ну что так все случилось как плазмик высоко по внутренней стенке также как и enter любит вы кутри здесь получилось ничего и делался даже по всем падиком проходил люблю прям и жестко есть захотел да кстати плазма очень классно очень молодцы регион упал быстрее секунду на несколько секунд готов до геморок play 47 и 6 быстрее еще на 03 что же не там может быть такого тоже прыгал сразу на первый пад здесь вообще без плазма проходил на джампу заворачивал интересно прыжок забыл зато сейчас здесь тоже прохождение по всем падиком через верх вот как раз вот так по он по красным много проще было подниматься чем через прыжок до белого до белой стенки ну да пристань этот гвоздик постоянно крутится в принципе нормальная только здесь не обязательно было вниз направлять прицел потому что ну как бы потому что вам нужно назад и вниз лететь поэтому лучше горизонтального страдать у вас больше будет прибавка к скорости и ускорение от плазмы деку он год деку 44 9 play россии и ладивосток открывает 44 секунды в топе да еще три секунды снял налег у кого ты какой интересный у него прохождение на падику джамп жесткий я здесь пробовал проходить через с поворотом но потом посчитал то что обычный разворот через остановку быстрее не знаю почему мне так показалось мне кажется тут очень много бустов можно наделать я знаю может быть можно но карта сама по себе такая не очень цепляешься неудобно все и поэтому попробуем а потом забил на эти госты да надо было тоже участвует я на самом деле спросил лосфа сегодня представляешь говорю у тебя чем не можно еще будет участвовать в дальнейших я же типа как организатор он говорит отчеты номера копить в не участвовал тебе там никто говорит не запрещал едкой а че-че-чейка котейка обошел вот сколько народа уже 44 6 play на какие-то растет между мальчик а раньше я помню время когда котейка был вместе вместо лунтика по 15 минут дымки там все об не словил не факт что знал про его существование пуст винтом пусты это моя школа ольга он даже получился там на 100 юнитов на обувь панов немножко до устанула еще развернулся там как красиво спиной были сути катика учит жарит поджог поджог по всем панам принципе нормально здесь делал срезу такое как сильно зацепился нормально за тебя выставляю наскосок вниз даже чтобы его сильнее толкала видишь не джампом силу и финиш но без джамп из этого если вы сразу прилетел и думал он сделал 43 обогнал бы дмитрия анатольевича но мы все знаем что это нереально сделать поэтому ну вот относительно деку он на угол и вообще неправильно ставил котейка более правильного ну да допускаю с него пример дм 43 2 play интересно зачем мне минус конца вы не минус нижнее подчеркивание минус у тебя сейчас будет нас слушаю вратах сидеть и очень классно развернулся мне при понравилось вау прям попал окошко неплохо здесь проходил по всем этим и мы можем по всем паника в принципе проходил здесь сделал срезка нормально высоковато на сойдет ой как завернул классно такая плазмат виден тут угол а по судьбу как он взял как грациозно он не отстрелился и финиш на финиш конечно залетел я не знаю как как-то залетел очень когда быстро и эффективно я не знаю как мир даже enter не залетал виново на 500 побыстрее play теперь это новый ёкат я даже бинт сделал он же заходит онлайн играет здесь в принципе можно было не брать неуязвимость она не очень нужна была потому что у нас еще есть он 15 секунд остается если он успеет за эти 15 секунд убежать до финиша вот точнее до этого неизвестя все нормально слушай плазма тоже классно здесь немножко впитал повороте на принципе все нормально дальше страшно и красавчик фио проси катильбург цирк 2 и 5 play ну видимо на чуть-чуть на 200 миллисекунд быстрее что же не этот может быть такого главный шок дмитрий анатольевич с эфиопией не стал конфликтовать то мало ли чё у баллов свой классный пост домой на потом конечно и через вниз и ну в общем да ну вот сейчас короче просто прохождение контрастов у вас получается моментами хорошо моментами лучше бы по получше но вверх дырочку построить в принципе нормальной но цепился два раза там за стенки и потерял очень много скорости ладно не знаю что еще сказать дед россия 42 и 2 нормально сортовай 2 play на 300 почти ну где стоп на очень острые демки да ну же в принципе они различаются я думаю больше чистотой прохождения кто чище пришел быстрее тот и выиграл лишний кружок зачем-то сделала неизвимость очень хорошо здесь неплохо прям запрыгнуть до неизвенности там гэпбэ надо было делать прямом до 3 полоса нет она 3 и право там критерные и то есть тут и простишь один из а может быть можно же кпс я так оправдал там не долетелки тебя ну тебя дубы просто ночь ой зацепился немножко конце да еще бы вниз себя стрельнул ну в общем финишировал хулиган хулиган 23 еще на секунду быстрее очень-очень-очень высоко да надо было пониже плазмить что-то быстрее заворачиваться сразу балту дарима мисточка с обычного наверх и тоже без зацепа да но позже хорошая такая получше и бафуга более осознанно да все как истеричные плохая кстати почему-то все берут бафугу типа фишу бафугу стреляют всегда просто жму на наоборот чтобы мне кажется надо осознанно стараться стрелять как даже пусть не по кд пусть это будет там как-то да может быть медленнее то есть час по очереди там по одной штучке но зато в нужные стены и с нужной скоростью тебя будет толкать когда будешь понимать куда летишь вообще да х из россии 39 4 play еще волна 2 сверху почти быстрее так все посмотрим стрейк 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 падик падик нифига интересно сделала и приземлился на ближайшую здесь еще много скорости потерял времени здесь в принципе нормально ой споткнулся это не нормально добиться по всем падик он проходил очень высокого-то поднялся мне кажется наверх здесь тоже вот первый процент бак завязал себе из красавы лишний прыжок делал мне кажется нужно было сразу по приземлению начинать и воде из себя бывают стрелить кипиш с 38 и 9 play еще на пол секунды быстрее очень быстрый кипиш становится я смотрю на этой карте вообще мне показалось то что народ не очень старался почему-то ну карта говно как-то так себя за моделька такая как будто слон какой-то какой-то динозавр крокодил вообще крокодил какой-то так вот он финиширует или это как его может быть годзиллова наверх по боковой стенке вы конечно так себе вышел из кусок не себе только ну кстати нормально проплазми ой какая биска кукла так вот там промахнулся полно двумя бафогинками то это неважно такая баска вообще четко 85 мяканьки по 4 слои света мой потом такой отрыв кстати за киен ответил по поводу из кинца все ответил у вас он ответил по поводу роутов с его девушкой когда он будет прыгать расскажу я расскажу потом когда будет кей хорошо хороший дубл джам у кузика неплохая плазма хорошо завернут тоже неплохие углы вау два мужика круто вот он вот так у него же сервер называется бильды фраг босс видишь как на она ничего страшно и вы фига тоже да неплохая науки пиши прямух какая бывка на полторы секунды побыстрее джаз жест звуки н беларуси play закон так спорим на 500 рублей что его девушка его опять обогнала почему-то так думаешь не знаю мне так кажется почему то буст плохой хороший прыжок и во всех падал очень много лишних прыжков надела я думал срежет а он решен по каждом паде 64 гранса объем вообще неправильно здесь это получилось да хорошая плазма на угол все но кривой ой какая пофига четко ну что спорим что она быстрее вы сделал смысле так вот она быстрее ну блин надо было раньше спорить топ-3 драм у ульки ора дра да ну ладно бочка не смыло поехали не с ликером ты че с ликером поэтому типа закин это же его девушка он ее отопьет опьянеет и делает хуже тайм все логично вообще как проходит физика движение мне кажется повыше чем даже или как сказать физиковал нифига ты видел что это что-то еще было когда добыл джамп неизвестно обо что и с залетом куда надо но мне не залетом это самое хотя в маленьких дефрагеров не проще классный поворот на две двести ну или же 36 один видишь просто заквер халява до алкаш ликера обдолбался 36 8 дел либо уважаемая дама сделано 700 быстрее и топ-3 между прочим сделала и не первое топ-3 по моему если если бы она прислала дымку ну ладно потом будем обсуждать таблицу и так ладно ну взор на франция 35 4 play французишка улитка ед лягушка ед сделал взял и прыгал на середине напада если бы взял 2 где бы сидел бы точно выявил ой неплохой груз кстати ну такой же и резкий у нее движение как будто бы ставим скилл можно ну москаля там там скилл тоже потому что не сенса просто 20-30 как зерга тоже без целого герга тоже такие движения лески финиш да кстати хорошего программ получилось и топ-1 33 0 обогнал на две с половиной секунды второе место у меня был 33 7 когда или даже в общем не показалось то что остальные не так сильно старались уже запустила ты не сказал вот сейчас давай плей нормально я сказал сказал зашло прям вообще как никогда и так при джамп делал прыжки прыжки делал тут патики у нас тут хороший разворот хороший глаз плазмы на день на 800 на 700 поворачивал не брал потолстил заворачивал мог бы кстати гб сделать лучше и вот тут на остается не очень мало хп подбирать battle suit связать и 3 хп гвоздики до 3 хп остается хорошо плазмит еще можно было вот там стыдно делать и вот вот он цел баг от великого эндера и очень-очень хорошая но тем не менее классная плазма и не очень быстрый финиш но тем не менее на две с половиной секунды обогнал взорный заслуживает топ-1 ну ладно не очень быстро ладно будем смотреть демки в замедлении демка от гризли топ-1 371 play будем сейчас минусу с лишним смотреть ее до как будто лунтика пересмотрим очень долго живет прыжок ну хороший был стреляю является 1 на 2 вот тут очень быстро развернулся и цепился решила хорошо заползнил через вниз здесь тоже все отлично делает хороший серкал стреляют то что это так понятно вниз здесь сделал плазмоджамп то есть дорожка не отличалась от большинства на самом деле он мог начинать стрелять пока вы не падал вниз он же с бронёй типус неуязвимостью зачем почему не стрелять но там по моменте где будет что он стреляет брал квад не подходил с не кстати и хороший целый пар здесь как раз набирал 2 700 и отлично переходил области блины здесь он потерял лист прыжок целый ну тут ничего аккуратный 4 5 6 7 очень хороший финиш прям пони за прошел и финиш на цепи и 33 0 себе великий венту давай посмотрим так у меня тут в принципе можно и быстрее сделать если вы меня финиш нормально получился я медленно больше есть тоже старт можно побыстрее тоже сделать по идее если с собой что да хотя я пробовалась но лишний прыжок он с разворотом без пешком вхождение пешком но мне показалось то что лишний прыжок это без пешком съедается это и вот здесь очень неплохо развернулся можно было с густом а тогда пришлось бы на другую стенку переходить и ну по-моему не не очень удобно было выдулажный тимон взял бы фагус прыжка запрыгивал напад в принципе это по вы по больше вряд ли сюда прыгнуть чем с обычного прыжка с предложением залет наверх здесь высоковато немножко можно было ниже здесь подкнулся еще с ворота немножко мужчина как романая перешел на ну блин надо было переходить перепроходить там вообще за все цепляешься за все что можно так вы видите то что вот они все 7 раундов все 7 демок сейчас я переключусь на на сейчас 5 секунд народ у меня загрузится вся вся браузер вот вы видите браузер это сайт defrag.ru но к сожалению на нем реза уже почти не появляются поэтому будет переходе на сайт defocomps на котором сейчас все обозревается и здесь мы видим как раз результаты этого раунда со всеми демками которые можно скачать посмотреть сравнить тайминги и все так все остальное сравнить дорожки там кто с кого насколько обогнал и на данный момент подведены результаты этого альмера капа такого большого в принципе все финальные результаты и мы видим то что у нас по результатам 7 карт физики в кутри топ-1 занимает гризли топ-2 занимаю я топ-3 бриган 4 кет потом рекрут winter gravity сапсан дмдм 9 прикинь ну вкус 9 это перевернута шестерка просто ниша от физики cpn ну чтож я занял топ-1 зорн 2 потом за киевин мяки пуски пишу рум avenger дмдм в себе он тоже в обоих физиках играл потом драм ликора и москаль это топ-10 каждой физики сейчас посмотрим полной таблицы и чуть-чуть и прокомментирую ну топ-10 в двух физик это классно да посмотрим сначала в кутри таблицу здесь видно то что хоть если кто-то кто пропускал раунды вот например киан x он пропустил два раунда из-за этого он опустился очень-очень низко он прям 11 место хотя ваши глаза хотя он занимал прям вот например на 5 на 5 карте какое-то место занял дожди такие киан x да киан x 6 место занимал то есть он в районе 6 7 место был но к сожалению из-за того что пропустил два раунда он опустился на 11 вот и ну как вы видите здесь просто результаты очки за раунд за один единственный самый худший раунд они минусуются и в результате получается оверал по которым все выстраивается то есть у гризли это второй раунд был самый не очень ну как сказать самый медленный у меня это получился 5 у бриганда был вообще последний когда он видели занял какое место но по результатам сводной таблицы он все равно занял третье место кет опустился на четвертое место хотя здесь был разрыв очков не такой большой мне кажется из-за последней карты как раз из-за того что они за бриганские там как-то не очень хорошо отнеслись к прохождению и не получилось у них так круто пройти поэтому они меньше очков получили чем могли ну в общем вот таблицы можете сами посмотреть потыкать таблица cpm рейтинг что здесь можно сказать в этой таблице аурум вот который пропустил один раунд занимает шестое место хотя у него он тоже занимал например третьем раунде первый он занял четвертом аурум 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 девятое но так получилось что остальные народ который был здесь вот например с первого полу какой-то овчаркин 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 девчаркин где он вообще на 30 месте из-за того что он прислал только на три раунда демки то есть это принципе логично присылаете демки на все раунды вот например возьмем к у нас деку он занимал во всех раундах вот возьмем самый лучший не такой 1 вот последний раунд деку мерком месте у нас на 14 месте а принципе так и занял 14 место ну что сказать по мне и я думаю то что таблица очень хорошо отражает правильные места и мне кажется что она правильно считает вот единственное я огорчен то что драм драм ликора это бочка ликера из-за того что она пропустила один раунд самый первый из-за этого у нее минуснулся еще 5 и из-за этого она могла бы спокойно выше быть там не знаю на седьмом шестом месте если бы просто не пропустила первый раунд то есть у нее сейчас 4 230 очков а могло бы быть на там не знаю на 600 хотя бы побольше и она была бы уже на топ-5 за него вот но здесь принципе можно посмотреть если бы а урон прислал демку у него было бы на 700 побольше было бы 5000 он бы занял четвертое место но вот не прислать демки не очень хорошо и из-за этого за из-за этого как бы так вот такое получается в себе народа намного больше было вот аж 43 человека играла во все раунды него в принципе так выстроилась таблица кто интересуется как составляется таблица есть здесь кнопочка е на ссылка на систему подсчет очков принципе здесь все описывается есть даже ссылка на пересчет на таблицу dfc прошлого хочет может посмотреть здесь можно он даже сортировка по раундам было наверно кто хочет что добавить к этой системе либо как-то и он как редактировать изменить пишите а по своим мнения в комментариях мы обязательно посмотрим почитаем принципе сведений не примем как по мне система очень неплохая неплохо бы ее использовать на строчной как бы что еще сказать вот принципе результаты так поздравляем всех кто участвовал в dfc через три минуты начнется новый варкап номер 194 я не знаю что там за карта будет даже у нас даже таймер есть но в собакам я не знал конечно ты че круто ты че ты че вообще мы там запарились карта рандома выбираете ли как рулеткой да типа такой берем 15 карт в общем последних разбираем рулетку а куда идет кнопочка скачать дефраг она гайд прикольно скачать список серверов список а это ссылочка доведет кое-к 3d фраг байвуди и а где мой дефраг слышь ты где почему я посылки скачать дефраг скачивай твой дефраг и не знают ну в общем поздравляем всех кто участвовал ждем ваших демок на следующем варкапе будем обозревать ждем резов еще чем-нибудь при предварительно наверное можно прогонсировать когда-нибудь через несколько не знаю недель чего-нибудь может сортовать еще один кап скорее всего о нем мы немножко чуть позже поговорим да ну хз хз уже станет уж или нет там как бы на посмотрим ну чтож все наверно тогда демки есть все мы смотрели результаты есть спасибо народ всем вам всем спасибо за участие ставьте лайки и имитируйте пишите что нибудь участвуйте и не присылайте танки как мы сказали ну чтож все всем спасибо тогда всем удачи всем пока пока пока